С вами Доктор Костник. Сегодня мы поговорим о том, почему немеют губы. Эту тему я выбрала неспроста. С этой проблемой однажды ко мне обратилась женщина в 65 лет. Эта проблема появилась у меня пару лет назад, говорит она. А немение губ иногда возникает каждый день, иногда каждые несколько дней подряд. И обычно длится несколько минут. Сначала я не обращала внимания на эту проблему, но в последнее время это происходило все чаще. А немение губ похоже на ощущение, когда, например, немеет ступня. Для меня это такое странное, тревожное чувство, которое со временем превращается в ощущение легкого покалывания во рту и вокруг него, продолжает женщина. Я не знаю, что с этим делать и неужели это проблема. Я регулярно посещаю доктора, сдаю анализы и кроме диабета, который у меня уже 5 лет, нет других проблем со здоровьем. Я также не использовала никаких эстетических процедур и не меняла новую косметику. В чем причина немения губ? Я не знаю, действительно ли это проблема, опасно ли это и что мне с ней делать. Ведь это не менее приносит дискомфорт и беспокойство. Пожалуйста, помогите разобраться, стоит ли мне беспокоиться. Эта женщина действительно обеспокоена своим состоянием. Итак, попробуем разобраться, что же это может быть. Описанные ей симптомы говорят о парастезии. Это сенсорные нарушения, характеризующиеся неадекватным ощущением раздражителей, вызванных повреждением периферических нервов, так называемая полинейропатия. Это проявляется ненормальным ощущением раздражителей в виде анемения, покалывания, жжения, боли, ощущения жара, прохождения электричества, гиперестезии или просто ощущения неприятных ощущений в определенной области кожи, поврежденным нервам. Они появляются безвидимы на это причины. Причин их образования на самом деле много и механизм кажется очень сложным, так как на него влияет множество факторов. Повреждение нерва может происходить на всем протяжении в зависимости от степени повреждения нервам. Сенсорные нарушения принимают разные формы. Ощущение анемения губ часто возникает из-за недостатка кальция или премигрений. Если у вас гипокальциемия, низкий уровень кальция в крови, появляются симптомы покалывания, анемения вокруг рта, пальцы в руки, ног и мышечные спазмы. Гипокальциемия диагностируется, когда уровень кальция в крови ниже нормы. Лечение в этом случае включает поиск причины и добавление кальция. При мигрене во время ауры происходит сужение сосудов и может развиться транзиторная ишемия мозга. Поражение нервов в виде полимеропатии может возникнуть при диабете. Другие причины сенсорных нарушений включают травмы позвоночника, миелит, рассеянный склероз, инсульт, раковые опухоли и травмы головы. Кратковременная и приходящая парастезия не обязательно указывает на патологию нервной системы. В этой ситуации рекомендую посетить семейного доктора, изучив историю болезни пациента и осмотрев пациента, врач примет решение о возможной дальнейшей диагностике, например, дополнительных обследованиях или направлении к неврологу. Дополнительные методы обследования включают лабораторные методы, визуализацию КТ, МРТ, головного и спинного мозга и электрофизиологические обследования. Помните, что анемия губ – это не заболевание, а только симптом, то есть один из признаков какого-то заболевания. А вот какого – в этом вам поможет разобраться ваш доктор или невролог. И лечение, соответственно, будет зависеть от причины заболевания. А я вам желаю всегда оставаться здоровыми. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!